Резервный фонд «Уссурийска» по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера пополнился почти на 185 миллионов рублей. Средства предназначены на уборку мусора на территории жилищного фонда после наводнения, а также на субсидии предпринимателям, которые пострадали в результате ЧАЭС. Об этом говорили депутаты на заседании Думы округа. «Для организации и для индивидуальных предпринимателей, пострадавших во время наводнения, снижен земельный налог и налог на имущество всех лиц на 30%.» Льготой могут воспользоваться организации и бизнесмены, которые подали заявление в администрацию округа. На сегодня в Уссурийске такой возможностью воспользовались более 400 предпринимателей. Что касается неиспользованных остатков средств местного бюджета, их распределили на покупку пяти жилых помещений для переселения граждан из аварийных домов на улице Афанасьева. Также будет подготовлена проектно-сметная документация для благоустройства сквера на Плеханово. Кроме того, откроется Центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». «Средства из высших стоящих бюджетов в виде субсидий на софинансирование, субсидий на выполнение господом, очень менее субсидий на их конспекты, поступали в бюджет Уссурийского округа своих ленингов, в соответствии с графиком и утверждением правительством Уссурийского округа и Хирийским городским округом. Общая сумма поступивших средств составила 2,397 миллионов рублей». Депутаты Думы Уссурийска приняли решение о возбуждении ходатайств для награждения почётным знаком края «Семейная доблесть» 10 семей-долгожителей нашего округа. Окончательное решение о награждении примет комиссия при губернаторе Приморского края Олега Кожемяка.